Не щелкай клювом! И снова здравствуйте, всем привет! Итак, теперь анимация именно вот с этим гирокоптером и вот этим вот персонажем. Давайте подгрузим сюда анимацию именно с Dota 2. Я сделал скрин с экрана, используя родную вот эту штуку, которая пишет Windows через клавиши Windows G. Нажимаете и там такой вот записывающий плеер появляется. Так, это отступление. Теперь файл add. Empty image. Делаем S. И сюда сейчас подгрузим по прошлым роликам и с моего второго канала, где я делаю мультфильм, информацию. Значит так. Находим Empty. Находим Open. Это развертки. Загрузки. И в загрузках находим видео. Обрезал я его, именно сделал, как сказать. Снял весь экран. А потом обрезал именно там, где наш гирокоптер вот этот. Так, единица на нампаде G подставляем вбок. Вот так, чтобы все это дело видеть. И подальше, значит, от нашего агрегата. Дальше, что опять же, N-панель ScreenCaskey. Чтоб вы видели, что я буду нажимать. Так, смотрим. Вот как раз у нас анимация на 100 кадров попадает. Классно. И получается, значит, что. Сначала нам нужно выбрать, первым делом я выбираю персонажа. Я его хочу посадить в кабину. Так, персонаж, наверное, S. Еще, наверное, его побольше сделать. Так. И какая штука. Нет, выбираем. Давайте сначала все кости, вот, допустим, бомбу. Все, что есть у нас. Вот это все дело выбираем. Заходим в PostMode. Таймлайн чуть-чуть побольше. Перематываем, значит, S. И на первом кадре делаем A и LockRod. Для чего это рекомендую делать? В случае, если вы собьетесь, ну, допустим, ну, сейчас вот нужно посадить персонажа. Как это дело сделать? Если вы собьетесь, допустим, ну, как в анимации, потому что костей очень много. Это, значит, Ctrl-Z. Так, выбираем кости персонажа. Вот видите, уже получился казус. Я-то его прибавил. Значит, так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Возвращаемся. Он должен быть уменьшен. Так, единица на нампаде. Выбираем всего нашего персонажа. Вот этого. Так, кроме бомбы. Бомба нам не нужна. И персонажа уводим куда-нибудь вбок, вот сюда. Подальше. Сейчас мы его скомпонуем. Сделаем, ну, посадку. А потом посадим в этот гирокоптер. И потом только сделаем первый кадр. Так, значит, что? С. Я хочу, значит, нашего персонажа чуть-чуть прибавить. Так, сделаю сначала ему, наверное, анимацию. Это... Так, это, значит, будет у нас... Выбираем кости. Заходим в PostMod. Так, теперь. Выбираем косточки. G. Руку перетягиваем. R. Перекручиваем. Значит, G. Так, этот гирокоптер, наверное, я всё-таки скрою. Вот это всё пока я выделю и сделаю H. Английская. И займусь пока нашим персонажем, чтобы меня ничего не отвлекало. PostMod. Также выбираем следующую руку. Тройка на нампаде. Делаем G. Делаем R. Так, это G. И вот нужно от этого перса, семёрка на нампаде, значит, R, кисть перекрутить, G, сделать так, чтобы кисть была согнута в локте. И загнуть ему пальцы. Начну я сначала с большого пальца. Вот этого. Да, сейчас кто-то скажет, опять ты, Диман, каждый палец гнёшь. Да, я пока работаю так, по привычке. Ну, конечно, нужно настраивать на Copy Rotation. Вот в этом случае Copy Rotation было бы нормально, потому что персонаж будет постоянно держаться за штурвал и, в принципе, других манипуляций там, допустим, у него пока не будет. Если делать полноценную анимацию, допустим, там, ну, где он будет выпрыгивать с гирокоптера, допустим, там ещё что-то, пальцы разгинать, руки там как-то ещё что-то брать, под чём-то бить, то, конечно, лучше делать вот это Copy Rotation на пальцы рук. Как это всё дело сделать, я выложу, значит, ролик в этом, в описании. Так, раз. Выбираем ещё пальцы. Сейчас нужно эти пальцы будет ещё сдвинуть. Потом просто их вставляем, значит, к штурвалу. И будем уже штурвал руководить с этим делом. Так. Вот этот палец теперь R. И вот этот палец загибаем. Вот как раз тут получится, что помещается штурвал. А вот эти пальцы... Так. Вот эти косточки, вот эти... Немножко подтормаживает, но у меня получается всё вот это, что сейчас есть, модель, там, это кости, риги, занимает всего 43 тысячи полигонов. Так что это немного для такого персонажа, немного, но персонаж именно из доты, он весит 3... 3,5 тысячи полигонов, по-моему, тысячи полигонов весь. Там сетка, не, я могу сейчас, конечно, сделать сетку и на 10 тысяч полигонов, но тогда у меня получается очень плохой внешний вид вот этого будет персонажа. Вот так, 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 это дело сделано. Теперь я заверну вот эти пальцы рук. Так, это семёрка на нампаде. Так, нет. Выбираю все пальцы, вот эти кости фаланги. Так, и, значит, делаю R, побольше загибаем. Так, вот эту, значит, косточку поднимаем сюда, эту косточку поднимаем вот сюда и эту корректируем поближе к этому пальцу. Так, и теперь вот эти фаланги следующие. Так, вот зря я, наверное, в этом виде работаю, вот в этом нужно. Сейчас он должен побыстрее начать работать. Чуть-чуть пальцы перекручиваем. И последний штрих. Подгибаем последние фаланги. Семёрка и, значит, R. Ну и палец, значит, R. Уводим его чуть вбок. Можно перекрутить. И, значит, подсогнуть где-то вот сюда, наверное. Вот так вот. Так, и вот этот палец. В принципе, есть такие точки, которые при анимации не будет видно. Так, семёрка на нампаде. Р, выгибаем руку, значит, её к штурвалу. И эту руку тоже выгибаем. Вот так, побольше. G тоже к штурвалу. А вот эту косточку. Так, а эту косточку уже не получится. Так, перекрутить. Так, ctrl-z. Это будет где-то выглядеть вот таким вот образом, да? Ну да. Так, если сейчас мы кости, то бишь руки, подтягиваем ещё ближе вот сюда, то у нас получается не очень хорошая штука вот с этими костями. Эти кости, я думаю, в этой анимации Copy Location можно отключить. Тогда мы сможем руководить полностью вот этой, ну как, предплечьем. Смотрите, выбираем теперь. Что-то подтормаживает. Выбираем ключицу G. Можем ключицы оттащить чуть-чуть подальше. Так. А вот эти руки, вот эти руки, значит, R, перекрутить локти вот эти. Во. Вот теперь более-менее похожу. Выбираем позвоночник. Угу. И выбираем ноги. Тройка на нампаде. G, R, G. Уводим их вдаль. И теперь можно даже, чтобы они не вылазили из нашего агрегата, приблизить их поближе вот сюда. так. Вот этот, значит, позвонок еще больше перегибаем. Теперь, получается, находим шею. R. Делаем ее пока ровно. Потом будем руководить. Так, G. Поднимаем, значит, ключицы еще повыше. Запоминаем, где какую косточку мы двигали. Так. И, значит, семерка на нампаде. R. Ключицы можно еще даже вперед вот сюда. Перекрутить. Так, да? Угу. Все нормально. Все окейно. Но, модель еще потом будет требовать доработки. Это, значит, модель готова. Object Mode. И, значит, Alt H. Возвращаем все на место. Выбираем нашего персонажа. Так, пардоните. Убираем кости нашего персонажа. Выбираем кости нашего агрегата и косточку бомбы. Все будем прописывать за раз. Заходим теперь в Object Mode. А, пардоните, в Post Mode. Тройка на нампаде, единица. Выбираем кости нашего персонажа и помещаем и помещаем его в наш агрегат. Так, как много костей. О! Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. А почему опять? Я же ее привязывал. Ctrl Z, Ctrl Z. Edit Mode. И получается вот эта косточка у меня. вот эта. Отвязано. Ctrl P, Keep Offset. Заходим в Object Mode. Все восстановилось. И повторяем наш выбор. Наш выбор правый. Так, и заходим в Post Mode. Так, тройка на нампаде, опять единица на нампаде. Все работает. Нашего персонажа выбираем. Еще раз проверяем, чтобы все у него с мозгами было нормально. И смотрите, еще какая штука. Чем больше костей, мы помещаем нашего персонажа в этот агрегат. И если потом нужно будет с ним работать, только ну вот с ним, то мы можем выбирать только его. Но он будет уже прописан во всей вот этой нашей как его? Сценки. Во. Так, вот эту руку надо чуть подальше, позвонок чуть подальше. И значит S. Я его, наверное, чуть-чуть уменьшу. Он большой не нужен. Так он будет прикольнее смотреться. И уведу его G чуть-чуть подальше. Вот видите, нужно было это дупло делать еще побольше. Так, выбираю. Так, вот эти штуки надо отключить пока. Картинки вот эти. Это H. Опять персонаж. Опять. Так, давайте вот теперь все выберем постмод английская А и локрот. Все это дело так. Еще я его увеличивал. Значит, нажмем локация, ротация, скайл. Давайте скайл ему еще добавим. Вот теперь заходим в object mode. Выбираем только пока нашего персонажа. Так. Выбираем его руку. Вот эту. Постмод. Что-то мышка через раз работает. Сплошная печаль. Так, семерка на нампаде. делаем R. Делаем G. Так, подставляем все это дело, значит, G к штурвалу. Еще раз R перекручиваем. G подставляем вот так, чтобы было видно, ну, как верх штурвала, да. Теперь выбираем эту руку. и подставим эту руку, значит, к этому штурвалу. во. Вот. Вот. так ключицы а ну-ка как все выглядит посмотрим теперь раскрашенном виде в принципе выглядит неплохо только какая-то складка появилась значит на пинжаке буду думать что это значит это нормаль normal map высоко стоит значит так еще что а закрываем ему рот так ну и в принципе подготовка закончена так так смотрим как он выглядит ничего так видом мультяшный и прописываем все это дело а и локрот и так теперь выбираем все наши детали опять же и заходим посмотрим смотрим вот эта картинка которая вставлена она для чего предназначена чтобы видеть покадровку вот видите 15 кадр значит это у нас вот на этом кадре английская а тройка на нам паде значит мы это все дело опускаем вниз и и сейчас вот отсюда он будет появляться значит а и локрот можно еще сразу поставить настроить камеру shift f и и и стрелки как в игрушку играете вперед назад туда сюда так здесь нужно настроить где-то 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 вот так все есть такое дело на пятом кадре на пятом кадре вот увидите на пятом кадре он должен здесь появится так как камера камера получается shift f и слишком маленькая чтобы появление его запечатлеть вот так выбираем камеру заходим в object mode выбираем камеру и ставим на 34 во на 34 нормально теперь выбираем всего нашего персонажа опять же вот есть да есть недочеты что постоянно нужно куда-то возвращаться что-то где-то выбирать но без этого никак так камеру пока отключаем и значит здесь на пятом кадре посмотрим английская а он должен появиться чуть-чуть а ну-ка ноль так ну ладно камеру потом отрегулируем так как мы ее отрегулируем надо сразу под нее подгоняться так теперь значит shift f вот так аж надо брать да и пишем а и локрот вот смотрим что получается так анимацию рендер будем со второго кадра делать так теперь значит на тринадцатом кадре все это дело поднимается выше вот так да а и локрот дальше он уходит самый верх а и локрот и на двадцать девятом кадре значит он опускается тройка на нампаде так семерка на нампаде чуть-чуть выкручивается и тройка на нампаде значит становится вот в такую позицию ноль на нампаде смотрим значит р еще раз значит р на метр вот так мальчик на металл ну на металл и на металл Дополнительно как бы растяжение делается костей. Да, вот тут деформация. Ну ничего, будем делать как 3D. Так, семерка на нампаде. Делаем еще раз больше разворот. Как бы вот так. И чтобы его было видно в камеру, да? Вот так как-то. Так, персонажа не видно. Ничего страшного. Мы что сделаем с персонажем? Мы на этом кадре выберем его тазовые кости. Вот так вот. И как бы поднимем. Значит R. Голову, так это не голова, это значит воротник. Ты что ты? Вот давай вот эту кость. Во, голова. И он как бы смотрит вверх. Как бы еще раз. И теперь вот этот воротник надо перекрутить. Его, кстати, тоже хорошо бы настраивать на Copy Rotation. Так, и вот эту кость. Вот как бы так. И костей тут побольше надо ставить, чтобы все это дело как бы мягче было. А, и локрот. Смотрим. Ноль на нампаде. Да, тут надо еще его, короче, перекручивать. Как бы вот так его поставить надо. Значит, ноль на нампаде. И подкорректируем нашего этого персонажа. Значит, R, ноль. О, нормально. А, и локрот. Так, смотрим дальше. Вот так теперь его загибаем. Значит, копируем вот этот кадр двадцать первый. Так, или дальше продолжать анимацию. Так, 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 так. Да, копируем кадр. Shift, D на тридцать пятый ставим. Перекручиваем, значит, R, G, опускаем R. Выравниваем его. Так, это ноль. И получается, он должен быть где-то уже здесь. А, и локрот. Значит, его уже выравниваем. Можно чуть-чуть вверх приподнять децил так. Так, и немножко перекрутить. И семерка на нампаде. Так, да, чуть-чуть боком его. Чтобы он стоял боком, словом. А, и локрот. Ноль на нампаде. Смотрим, что получается. Так, это отключаем пока. Залетает он в камеру, потом опускается. Тут у него так движуха. И он раз, опять становится в эту позу. Так, а вот на этом кадре, вот на этом кадре, давайте немножко его больше подсогнем. Значит, здесь у него получается R. И он к рулю больше вот так вот нагибается. Так. Вот хорошо будет здесь еще отсоединять вот эти кости позвонка, чтобы сейчас позвоночник можно было бы выше поднять. Видите, у него горб какой. Получается, чтобы такого горба достичь, нужно приподнять тазовую кость выше вот так вот раз. И значит, еще больше его завернуть и тазовую кость чуть-чуть отвести. Так, вот как-то так. Ну, тут еще нужно добавлять... Ага. Это здесь уже перебор получается. Вот так как-то. И нужно потом еще добавлять движение, конечно, рук штурвала вперед-назад. Вот это дело. Вот они, косточки штурвала. А вот они, косточки рук. Мы их выбираем. И значит, нужно все это дело что сделать? Р. Подать их вперед вот так вот. Во. Пишем А и локрот переписываем. Потом он раз, штурвал уходит назад и создается движуха. Также здесь на каждом кадре нужно вот этот платок именно перекручивать. Как вот на вот этом вот на этой картинке. Вот допустим, здесь вот сюда. Так, здесь. Вот так. Вот так. Ну вот как-то так. А, и локрот. И смотрим. Вот уже у него воротник вот этот создает движение. Видите? и у него тоже руки надо поправлять. Потому что я перекрутку-то сделал. Так, это значит перекрутку я сделал именно штурвалов. А руки сдвинулись. Так, и получается эту руку сюда к штурвалу. Так, а эту руку сюда. И получается на этом кадре на этом кадре он должен смотреть вверх. Вот так вот. Так, и значит таз немножко вдаль уходит. вот так. Так, воротник теперь опускается вниз полностью. И задирается только край. Вот так. А, и локрот. Вот так. но какие-то моменты переписываем не без этого потом корректировка шлифовка ну короче вот такой получается весь процесс не знаю стоит ли затягивать полностью вам показывать или принцип понятен давайте еще пару кадров сделаем хочу показать где бомбы будут эти крутиться так значит что у нас здесь значит шарф нужно анимировать потом здесь у него получается выбираем вот эти вот наши пушки семерка так на нумпаде значит по иксу у нас здесь перекрыто с прошлого ролика значит раз и видите что можно сделать вот так а ну-ка н-панель так я не понял ctrl z перекрываем вот эти оси и у меня получается бомба 1 вот эта бомба привязана никто и косточке надо к этой ctrl пи keep offset заходим обратно в пост мод теперь бомба будет следить именно за вот этой костью а ну-ка проверяем так ctrl z а почему а это кость у меня не перекрыта вот она по иксу крутится правильно ctrl z ctrl z ctrl z и вот этой косточке вот этой кости перекрываем тоже движение по ненужным осям и так значит r эта штука поднимается а это штука так и g как бы к верху на как бы к верху поднимается и чтобы прикольно было еще можно снаряд чуть-чуть вытащить и так а и лог рот так так тут еще кость надо было на вот этот хвост поставить чтоб он еще крутился еди то ну в принципе нормально анимация работает видите за счет чего создается движение за счет того что он поднимается так здесь он должен у меня быть поднятый вот видите персонаж на месте и не создается вот эта движуха именно так вот этого поднимания нету так и рот можно открыть у него тоже рот открытый откроем рот так это усы открываем рот вот и можно даже еще усы вот так вот вниз припустить и будет прикольно так а шарф значит еще с шарфом поработать вот сюда его так выше здесь косточку можно р перекрутить ну где то вот вот так наверное потом эту кость заворачиваем чуть-чуть потом эту кость заворачиваем вот так да костей сюда надо побольше ставить тогда он будет как бы мягче эластичней так эту кость значит вот так и как бы в бок все это дело тоже заворачиваем вот так вот а и лок рот так а вот здесь так вот чуть-чуть персонажа я походу больше сделал этого на не надо было делать надо было сначала посадить его подгадать да надо цеплять ему короче шею чтобы шею можно было тут опускать и тогда все будет классно классно так так ну так и так смотрим еще пару кадров так это получается вот для чего еще делал вот эту косточку вставлял вот она у него должен крутиться вот этот значит перед значит а так а и блок рот так а здесь это косточка тоже значит можно чуть-чуть и как бы еще двигать так а и вот смотрим что получилось вот видите двигатель крутится это и чуть-чуть на заставить все это дело как бы трястись можно вот эту косточку следующую они же у нас отцеплены и значит можно и g как бы и поднять а потом еще пропеллером сыграть пропеллер тоже чтобы двигался а и блок рот вот теперь будет нормальная движуха есть конечно процесс очень долгий и с пулеметами со всей увидите что сам аппарат стоит на месте пушки двигаются персонаж вроде двигается а вот на этом месте что происходить должно выбираем значит наш агрегат и немножко значит делаем вот такую штуку чуть-чуть вниз а и блок рот а здесь значит тоже выбираем наш аппарат он идет чуть-чуть так это вверх на и и блок рот а ну-ка ну да вот нормально началась движуха вот это еще бомбу на чуть-чуть зафиксировать вот так бац и можно уже снимать таким образом именно для игрушки какие-то анимации допустим он просто за ну как висит в воздухе да вот поймать делаем тут вот видите бомба уходит в одну сторону него так и здесь у него заворот больше значит это английская а и р вот такой заворот аж а и блок рот ну да вот больше заворот и все трясется все нормально таки перепады ну да вот такая вот анимация штукенция теперь хотелось бы посмотреть как будут двигаться вот эти вот бомбы так они тут вообще будут двигаться а его а вот двигается не пойму так это значит значит вот когда пропеллер крутится я должен вот эту штуку значит за след за ним крутить получается получается пропеллер вот этот двигатель перекручен и теперь получается английская а и еще нужно чтобы он постоянно качался вот так а и блок рот вот потом здесь значит идет двигатель вот этот а r в эту сторону а и лок рот и здесь вот в эту сторону а и лок рот и желательно чтобы тут как бы все тряслось значит g бомба как бы от отсоединяется а и лок рот чтобы все детали словом двигались вот и и персонаж тоже чтобы не был таким типа замерзшим он должен постоянно вот на этом кадре вот на этом кадре 50 выбираем нашего персонажа и он должен значит так вот сюда как бы переминаться потом здесь где-то g приподниматься голова как бы должна уходить как бы в бок балансировку держать но опять же руки так рука и штурвал значит джинь как год ну чтобы он ими тоже двигал и и получается вот так создается движуха а и лок рот вот такой же нормально так а вот здесь нужно вернуть начи тут этот двигатель на искон так на другую сторону и а и лок рот и получается мягенько так все двиган работает больше движухи создавать вот этой надо чтобы он постоянно мотылялся туда-сюда вот допустим здесь уже можно так где-то он бомбу поднимает так значит здесь вот на этом моменте поднимаем всего персонажа чуть-чуть к верху и следом поднимаем вот эту бомбу так это значит а и лок рот смотрим дальше а нет этот кадр у нас должен переместиться так это джи на 78 и тогда бомба вот отсюда должна подниматься значит здесь а и лок рот а здесь создаем маленькую движуху которая позволит понять что вот здесь именно началось движение так так это значит джи а и лок рот а так теперь здесь еще пулеметы должны будут перекрутиться я добавил еще одну косточку так на каком кадре так на этом кадре значит перекручиваются отходит в бок и вот это пулеметы должны тоже чуть-чуть отойти так так а ну-ка а и пулеметы чуть-чуть отходят вот так а и лок рот потом на этом кадре значит пулеметы должны вернуться назад а и лок рот и лок рот и лок рот так теперь что получается вот этот значит у нас труба вот это подается чуть чуть вверх а бомба значит уходит вниз как бы заряжается а это бомба можно эту бомбу вытащить чуть чуть выше так а вот эту штуку значит чуть чуть перекрутить ну чтобы опять же повторюсь была какая-то движуха а и лок рот и получается вот они создается бомба двигается вот так вот самолет летает так сейчас должны пулеметы пойти перекрутиться а вот они получается получается вот здесь выбираем вот эту кость и двигаем чуть чуть вперед вот так вот раз так а и и лок рот и получается так вот у нас здесь создалась движуха вот как будто стволы вылазят вот они раз и здесь они сейчас должны перекручиваться уже на 88 кадре так что получается выбираем опять же вот эту кость вот ставим единицы на нам пади выключаем видимость всего ненужного и пробуем так а а здесь получается уже настройка нужно так это это а ctrl z не по иксу вот не оцентрованно чуть чуть у меня не оцентрованные стволы это значит по игреку значит остальные оси закрываем пробуем пробуем значит на этом кадре сделать r так семерка на нампаде r у ну ну так да так пока так еще побольше перекрутить и А, и, о, круто. Ну, можно здесь подрегулировать, конечно, подкрутить, это не проблема. Так, и получается, N-панель пока закроем. Так, найдём, где вот эта кость находится. Видите, насколько не оцентровано вот это, ну, как, трубы у меня неровные, и поэтому их коробит. Если бы они были ровные, то было всё нормально. Так, это... И ещё раз, раз. Хотя они крутились нормально, я проверял. Чёрт тебя знает, ну, не суть вопроса. Он опять их выкаблучивает, выносит их. Так, тут они должны сделать полный оборот, я так думаю. Вот так вот. Да, видите, как их колбасит. Надо, наверное, вот эти трубы тоже настраивать на то, чтобы они только по одной оси крутились, каждая. Так, это значит, R перекручиваем. А лучше здесь сделать какой-нибудь барабан, чтобы видеть, что происходит, а и локрот. Ну, здесь добавить просто корректировки. Дополнительно можно прописать кадр, чтобы они не выпадали из этого, ну, как гнезда. А, и локрот. Ну, нормально, в принципе, ну, вот раз. Пулемёт поднимается, идёт перекрутка резкая, всё. Есть, но надо это дело оцентровать. Тут можно ещё что-нибудь такое замутить. Так, это значит, A, R. А, и теперь можно сделать, как будто он вперёд наклоняется. А, и локрот. И тут же где-то R назад наклоняется и вбок. И вот они уже прикольные движухи. Так, ещё можно что? Прописать вот этот винт. Вот эту кость. Так, значит, на каком-нибудь кадре. Вот, допустим, где он, вот здесь вот, то R Так, сорвалось. Так, вот на этом кадре, значит, R винт можно сюда. А, и локрот. Теперь можно вот так этот винт чуть-чуть ещё нагнуть. А, и локрот. Ну, и так дальше его прописывать. А можно только не выбирать А, и локрот, а просто писать анимацию, допустим, только для винта. просто писать и, и прописывать эту косточку. Ну, а так анимация здесь долгая. Вот этот вот ролик, вот этот. Так, насколько он долгий будет, давайте посмотрим. Зайдём в Object Mode, выберем Empty. Так, где она тут? Вот она. И посмотрим, поставим, ну, там, 200 кадров. Тут, вот видите, ещё дальше анимация идёт. Он тут поворачивается. Там пушки тоже всё трясётся. Ну, анимация, прям, где-то кадров на 400, на 500. Видите, сколько суеты? Сейчас я вам покажу. Вот, вентиляторы все работают, всё крутится, вертится. Там пушки, больше тряски, и пулемёты крутятся, и снаряд тут улетает, или там откидывается куда-то, словом, ну, такая штука. И у этого персонажа движухи вообще балом. Он смотрит вниз, у него постоянно работают плечи. В принципе, ноги, таз ему не нужен для этой анимации. Вот. Можно брать персонажа, скачивать. Ну, там чуть сложнее настраивать, хотя он, вид будет классный. Вот, видите, тут можно, как будто он очки там, вот он руку приподнял, вот здесь вот видно, что одна рука поднялась вверх, и вместе с винтом создаётся вот этот прикольный вид. Так, ну, такая какая-то штука. Так, ноль на нампаде. Ну, если с ним долго-долго работать, все вот эти детали, прям покадрово пройтись, будет неплохая анимация. Вот такие дела. Так, это пробел, значит, Shift-F. И снимать это дело нужно где-то вот на таком раку, ну, на таком виде. Вот, чтобы видеть, ага, вверх он поднимается, тут опускается. Класс, короче. Вот такая штукенция. Всё, всем пока, до свидания.